И мы более подробно о ситуации на фронте обсудим с Иваном Варченко, экспертом по вопросам национальной безопасности, военнослужащим ВСУ. Иван Григорьевич, рады вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Иван Григорьевич, конечно же, в Селидово хотим с вами поговорить. Ваше аналитическое мнение касательно уже существующей информации. Сложная обстановка, конечно же, в Селидово. Это подтверждают данные украинского единштаба. Это подтверждает, опять же, анализ карт Дипстейт. Мы понимаем, что российские оккупанты сейчас из севера и с юга нависают над городом, атакуют по фронту. И, конечно же, украинским силам обороны приходится ввести боевые действия уже в районах города. И понятно, что здесь идет сложная позиционная война с элементами городского боя. Поэтому сказать, что здесь очень тяжело и сложно украинским солдатам, у которых стоит задание и выжить, и максимально эффективно использовать, опять же, сложившуюся обстановку для того, чтобы уничтожать ресурсы врага. Это сложное, сложнейшее надзадание, которое украинские воины решают на этом участке фронта. Также мы вот озвучивали не так давно информацию о том, что наступление на Селидовом может, концентрация вообще достаточно высокая войск противника, может замедлить его продвижение на Покровском направлении, хотя Покровск – это достаточно важное такое место для нашего противника. Насколько этот эффект может сохраняться долго, и от чего он главным образом зависит со стороны противника? То есть, есть ли у них возможность получать, не получать подкрепление, или на данный момент у них достаточно, в принципе, ресурсов? Вот в этом моменте разъясните, пожалуйста. Я бы не стал абсолютизировать тот или иной маневр противника относительно того, что он концентрирует силы и средства в одном направлении и, соответственно, ослабляет свои позиции на другом направлении. Как показывает практика, резервов сейчас достаточно для того, чтобы атаковать ему достаточно, для того, чтобы атаковать на 8-10, даже 11 направлениях, не считаясь с потерями. Понятно, что при этом украинские силы обороны имеют возможность довольно серьезно, в серьезных масштабах уничтожать опять же эти силы и средства вследствие концентрации на направлениях. Но не надо расслабляться из-за того, что, например, концентрация в Селидово, она ослабляет концентрацию в направлении на Курахово или на Покровск, или в сторону, или в Часовом Яру, например, они вынуждены будут перебрасывать. Нет, на сегодняшний день идут тяжелые бои практически по всем этим направлениям. Мы понимаем, что в преддверии осенней слякоти бездорожья и зимы враг старается использовать вот эти последние для него светлые относительно сухие периоды в погоде и, конечно же, старается продвинуться, не считаясь своими потерями. Да, потери у него возрастают. Мы видим, как по сводкам украинского генштаба сейчас они достигают иногда практически до более полутора тысяч оккупантов на протяжении одного дня. Это означает, что мы приближаемся к тому числу, когда в среднем по месяцу они утрачивают уже не 30-40, а даже приближаются к 50 тысячам своих оккупационных солдат. Но вместе с тем, опять же, это не дается, это оборона сейчас по этим направлениям, не дается легко украинцам. Понятно, что россияне стараются сюда бросать свои даже резервы, какие-то, наверное, оперативные резервы. Мы видим, что они подтягивают, и вместе с тем у них получается сейчас еще немножко продвигаться, дав очень небольшими темпами. Мы видим, что эти темпы замедлились сейчас на Покровском направлении и существенно замедлились, если сравнивать с темпами недельной-двухнедельной давности. Но это не означает, что у них нет резервов, ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Нам важно сейчас, конечно же, использовать все возможности маневренного боя, прежде всего маневренного боя, все возможности ресурсов, боеприпасов, которые есть для того, чтобы сдерживать большое количество сил противника в живой силе, именно в живой силе. То есть кассетный боеприпас, боеприпас, позволяющий уничтожать в полях, в посадках и на площадях врага. И, конечно же, мы понимаем, что ресурсы его не являются неисчерпаемыми, что у нас получается там, где профессионально работают наши силы обороны, там, где получилось создать надежную линию обороны, там видим более успешные кейсы по сдерживанию врага. Там, где не получается сходу закрепиться на позициях, там разная ситуация. Видим продвижение врага в более высоких темпах, но вместе с тем мы понимаем, что этот ресурс, не веку российских оккупантов, не является неисчерпаемым. Мы видим в целом замедление по фронту наступления российских военных и понимаем, что им тяжело, конечно же, пополнять свои резервы сейчас для того, чтобы сохранять имеющиеся у них в начале сентября, в начале октября темпы наступления. Иван Григорьевич, вы о погоде также сказали. Мы достаточно часто эту тему и сами упоминаем, и слышим от наших гостей о том, что стараются что-то успеть оккупанты сделать до заметного похолодания. Насколько это, правда, вот такой прям решающий фактор? Потому что, во-первых, это не первая зима в российско-украинской войне, и уж тем более на Донбассе. И зима становится достаточно мягче со временем. Это, правда, вот такой решающий фактор, который может каким-то образом не просто замедлить, а остановить какие-то действия противники? Или не стоит так обольщаться на этот счет? Не стоит. Не стоит обольщаться. Современная техника, современные методы, способы ведения боевых действий позволяют достигать успехов, в том числе в сложных погодных условиях. Но понятно, что погодные условия, они влияют и на сторону, которая наступает, и на сторону, которая обороняется. Здесь нет какой-то абсолютной зависимости позитивной или негативной в одну или другую сторону. Понятно, что мороз, конечно же, в своей степени влияет и на украинские силы обороны, и на российских оккупантов. Вместе с тем мы понимаем, что свои особенности, конечно, и свои коррективы природа и погода вносят. И мы понимаем, что пока что законы физики никто не отменял относительно боевых действий, например, в полях. И когда мы переживем этот дождевой сезон, сезон осадков увеличенных в связи с осенне-зимним периодом, конечно же, мы понимаем, что поля станут непригодны для массового продвижения тяжелой техники и даже легкая техника не всегда сможет пройти на том или ином полевом участке линии фронта. Поэтому здесь будут свои особенности, что направления движения будут сохраняться, но вот пути, по которым сможет двигаться техника, это будет проблематично. Вместе с тем, опять же, почему не обольщаться, мы не забываем, что враг атакует сейчас прежде всего массой живой силы. Работа техники, она значительно уменьшилась, количество этой техники. Вместе с тем, иногда у него получается концентрировать на отдельных участках фронта десятки или даже десятки единиц техники и проводить какие-то наступления, наступательные действия или пробовать проводить наступательные действия. Да, мы понимаем, что погода точно несет коррективы, и, возможно, даже существенные, в продвижении с техникой или при поддержке техники колесной, то или гусеничной. Но это не будет абсолютным и решающим фактором. Иван Григорьевич, также стоит отметить, и на очередном общении президента Украины с господином Сырским зашла речь и о курском направлении, о курской операции, которую проводят Сила обороны Украины. И, в свою очередь, также президент в очередной раз подчеркнул, что все шаги продуманы, и все идет по плану. Сейчас ваша оценка курской ситуации, и какие изменения в тактике россиян мы уже видим, по крайней мере, от информации от ГУР, от Главного управления разведки, что туда будут привлекаться и северокорейские солдаты? Да, но относительно этой информации о привлечении северокорейских солдат мы уже слышали. И да, мы ожидаем и понимаем, что диктаторский режим Северной Кореи, конечно же, готов жертвовать в том числе своими гражданами для того, чтобы реализовывать идеи своих вождей. А идеи их вождей, они на этом участке времени, они совпадают с идеями, которые старается реализовать Путин. Или Путин в какой-то мере обольстил их тем, что эти идеи совпадают. Я думаю, главной идеей, конечно же, есть идея заработать на этом деньги, неплохие деньги для северокорейского режима, а для россиян, соответственно, небольшие деньги, за которые можно купить достаточно большое количество северокорейских солдат. Но вместе с тем, да, этот фактор возможен. Я думаю, что со временем мы будем фиксировать какое-то количество этих северокорейцев, будем наблюдать за их участием, за их местом в боевых действиях. Вместе с тем, на сегодняшний день мы понимаем, что российские оккупанты действуют как минимум большинством, абсолютным большинством, пока что своими собственными силами. И да, им удается постепенно продвигаться с севера, стараясь вклиниваться в наши ряды обороны. Но вместе с тем, мы понимаем, что с этим продвижением они вынуждены для этого продвижения сконцентрировать более 50 тысяч своих сил, живой силы, и дальше вынуждены продолжать эту концентрацию, поскольку, опять же, практика ведения сегодняшних боевых действий показывает, что им чуть ли не вдвое больше нужно сил для того, чтобы решить ту задачу оптимум, которая перед ними стоит, это вытеснение украинских сил обороны с территории Курской области. Да, у них получается небольшое продвижение. Я надеюсь, что украинские силы обороны в полной мере используют фактор работы на вражеской территории для того, чтобы позволить себе довольно динамичную, маневренную войну и с минимальными потерями наносить максимально большой урон врагу. Здесь вопрос не стоит о том, что мы отдаем пять или несколько пядей украинской земли. Поэтому я надеюсь, что это станет прекрасным, как раз здесь позволение сказать, полигоном для украинских сил обороны, для того, чтобы испытать новые методы тактических и оперативных действий с использованием фактора вражеской территории. И я надеюсь, что украинские силы обороны с каждым днем работы в формате в Курской области становятся сильнее, как раз приобретая новые навыки действий на чужой земле. Эти маневренные, высоко маневренные действия также, надеюсь, и сегодня были представлены цифры относительно уничтожения российских сил и средств. Они довольно показательные, даже если разделить на два, на три относительно количества убитых и раненых. То есть потери, понятно, что они даются вместе с санитарными потерями сейчас, но вместе с тем они довольно цифры серьезные для того, чтобы говорить, что в Курской операции украинские силы обороны достигают своих целей по уничтожению, по концентрации, во-первых, сил противника, которые могли бы быть залучены, как это, привлечены на других участках фронта, и также для уничтожения этих концентрированных сил, собранных в одном месте, для эффективного уничтожения на вражеской территории. И вот так же по Курской области любопытно, что вот эти попытки и контрнаступления россиян две недели назад, если не ошибаюсь, была такая, и вот прогнозировали еще, что до начала зимы они обязательно попытаются вытеснить вооруженные силы Украины с территории Курской области, мол, для того, чтобы ВСУ не закрепились до холодов, чтобы не стала более разветвленная фортификационная сетка вооруженных сил Украины, потому что тогда уж точно будет крайне сложно вытеснить. Это вот на самом деле те самые устрашающие факторы для россиян, и мы предположим, что, например, если до тех самых холодов не получится осуществить у них эти планы, то, вероятно, вооруженные силы Украины могут там закрепиться еще на очень и очень долго. Ну, давайте, я не буду пророком ни хорошим, ни Кассандрой. Здесь хотелось бы, конечно, пожелать успехов нами, победы, быстрой, но вместе с тем мы понимаем, что во время войны, особенно такой войны, которая идет сейчас между Украиной и Россией, когда мы вынуждены постоянно искать средства, постоянно мобилизировать своих, в том числе союзников, зависеть от, постоянно зависеть от тех факторов, которые не являются, знаете, такими совершенно просчитанными, то есть они зависят от воли, от желания, от эмоций, часто от нашей ресурсы. Поэтому, конечно же, не имея достаточной базы стабильных показателей, знаете, цифровых относительно того, что у нас есть, что у нас может быть, на что мы можем рассчитывать, не имея точных показателей относительно российских ресурсов, мы понимаем, что это тоже динамичная составляющая, поэтому, конечно же, не хочется добавлять эмоций, а трезвый расчет показывает, что мы должны быть готовы к длительной дистанции, к длительной войне, и тогда на каком-то этапе мы точно победим, когда мы сможем рассчитывать свои силы, в том числе даже в несприятных, нехороших для нас условиях, которые могут складываться в тот или иной отрезок времени. Поэтому не буду говорить, закрепимся в Новый год, не закрепимся, важно, чтобы мы придерживались своих правил ведения войны сейчас, и ни в коем случае не позволили бы сейчас работать, исходя из таких, знаете, российских подходов, тогда, когда не жалея своих сил и средств любой ценой, то есть это не об украинском поиске, не об украинских силах обороны, мы понимаем, что если вопрос стоит о том, чтобы отдать часть российской территории, уничтожить максимально большое количество вражеских сил и средств, и сохранить жизнь своих солдат, то да, мы сохраним жизнь своих солдат для того, чтобы они добывали дальше победы для нашего работа. Поэтому здесь мы понимаем, что могут быть ситуации, которые прочитываются, часть из них, а часть из них будет зависеть от многих факторов, которые сложно соблюдать в ближайшее время. От наших сил, от российских сил, и, конечно же, от тех людей, о которых мы с вами уже поговорили, и от погоды, и от настроения, а то, что Курская операция, крайнее, что хочу здесь сказать, она точно отбирает энтузиазм у российских солдат, у российского общества, это тоже с каждым днем мы понимаем, что это в копилку, конечно же, наших украинских сил обороны, и это в копилку украинского сопротивления. Иван Григорьевич, огромное спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, я нашим зрителям Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, и вы наисслужащий ВСУ был с нами на прямой связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.